Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 20 июня. Лето уже в разгаре. Я вас приглашаю прогуляться по моему саду. Опять жду вас. Вот сейчас мы находимся в точке сада, который я самонадеянно называю Тосканой. Пытаюсь здесь создать зону Средиземноморья. Для этого я использую такие приемы. Вот сделала площадку, замочила и высадила такие узкие туи. Они узкие сами по себе, но, как и все туи, они многоствольные. Вот я просто убрала. Один ствол оставила. Немножко так они, наклоном как-то смотрятся, выпрямятся. Вот здесь вот в их изношей посадила лаванду. К сожалению, не вся лаванда у меня перезимовала. Но, в общем-то, лаванда все равно есть. Просто пройдет больше времени, пока она нарастет и создаст такой лавандовый бордюр. Дальше у меня розы. Розы я использую здесь чайно-гибридные флорибунты. Вот это хорошая розочка Стефани Барони, Сугутенберг. Розы еще пока не распустились у меня. Обязательно у меня столик здесь, стульчик-скаминечка. Сад из горшков. Даже небольшой здесь у меня огородик, посажена картошкой в ведра. Немножко мафов. Дани киту и кашпу. Еще немножечко цветов. Такой как бы умывальник, но это фонтан. Надо повыше его как-то повесить. Здесь моя клубничка. Работы немножечко еще ведутся. Вот у меня здесь с этой стороны обзор. Но уже, я хочу вам сказать, вырисовываются. Не знаю, как другие, но я, например, вижу стиль Средиземноморья. Он будет. Здесь вот моя композиция из хвойных растений. Не только хвойные, конечно, я добавила еще какие-то лиственные растения. Но в основном хвойные. Ёлочки, сосенки. В своих видео я про них рассказывала. Они растут, становятся более заметны. Здесь такой у меня угол тоже. Упорье небольшое пока. На переднем плане у меня сосна горная. Казацкий можжевельник. Между ними можжевельник Андора Компакта. Его уже почти не видно. Но, к сожалению, еще зарастает он сорняком вот таким вот злаковым, с которым я не справляюсь. Он везде распространяется. Не знаю, как быть, как мне его отсюда выжить. Розы начинают цветение. На заднем плане у меня даже посажена картошечка. Вон, всходит поздняя посадка картошки. А вот первая посадка. Не ранняя. Рано я не сажала такая картошка у меня, чтобы не пропадало место. Ну и просто, знаете, здесь вот этот уголок. Здесь очень хорошо растет все. Кабачки две штуки. Будет урожай. Гель ситхинская нано. В этом году все, даже карлики, дали очень большой прирост. Непонятно. Вроде бы должны были стрессануть на майскую эту зиму. Но, походу, любой стресс очень даже стимулирует растения на рост. Они становятся крепче и более готовы к неприятности погоды. Горная сосна. Обычная. В этом году, конечно, зимой и даже в мае некоторые гортензии, проснувшиеся, погибли. Когда были вот эти заморозки в мае. Удивительно. Несколько штук гортензии у меня погибли. Погибли даже гортензии, которые уже зимовали успешно пять лет. Просто высохли все. Смотрите, Blue Harbor выдает макушку. Все выше и выше. Останавливаться не собирается. Огромная такая кошечка сидит в охоте. Никак не приступлю к работам по продолжению отсыпки. Все время какие-то экстренные дела находятся. Еще хотела вам показать, кто увлекается. Начал, начнет или уже не забывать проверять. Вот видите, у меня елочка здесь. И у нее проснулся подвой. Его обязательно надо удалить. Очень красивая гортензия метельчатая граффити. Вроде я ее подстригала так. Ну, достаточно сильно. Все равно куст такой пышный. Сосна Саншайн горная. Ну, так и не проявила свое качество. Полосатость и солнечность. Еще одна из любимых моих устинок зацветает. Алан Тичмарч. Как будто сошла с полотень пламанских художников роза. Романтичная и ностальгическая. Ну, бутоны уже все готовы к открытию. Вот-вот начнется волшебство. Очень солнечная погода. Начинают распускаться штамбовые розы. Бутонов много. Будет фейерверк. Романтичная. распускается одна из любимых моих роз кардеса помпанелла я ее укладываю не режу но в этом году скорее всего надо уже будет подрезать обмолодить никак не зацветут клематисы у меня с клематисами я не очень дружу посмотрите что гель марианске лазны выдала приросты какие что такое такие вот были маленькие в этом году вот такие вот петушиные хвосты огромные пионы цветут клебатисы с бутонами но не зацветает это отчиток султан он везде распространяется здесь вот тимьян у меня почвопокровный надо его рассаживать кстати в зону средиземноморья надо посадить пионы цветают розы зацветают какая красота монстр твуд потрясающая роза потрясающая и запах роза джеймс осте распускается шруб шарлетт лидия магамильтон ой нет конечно лиди овшалот светится золотом срезочная роза кейра тоже очень хорошая роза сначала она с таким розовым дыханием потом становится белая дарк леди очень-очень яркая жизнерадостная роза сэрджон бенджамин цвет поймать надо очень яркая здесь уже спокойные цвета спокойные краски мой клён бэскит инверса гол дрифт сосна ауреевый регата панох моя хвойная композиция постепенно сближаются растения разрастаются сэрджон бэскит инверса оставляет мало места между собой как охот сайсбрекер сосна горная в чашу сложилась внутри у нее пусто блюз тоже посмотрите какой прирост большой вот это кстати можно так запросто отличить блюз от ее мамки пункенс глауки пендула у нее прирост значительно меньше она поскромнее растет глаука глобоза недеформис можжевельник лилтами на бамбуке юбочку раскидывает кто-то птичку по юбочке сбросил кошки наверное кобра вот как бы трудно показать на видео кобры эффект ее ну вот знаете даже в нашем смт вчера меня спросили как поживает кобра то есть в общем то она создает впечатление такое люди ее запоминают выделяют среди обилия моих растений и не могут забыть то есть туя западная молоньяна холод бедненький мой якобсен мочала надо стричь лесной можжевельник уже он приросты разбрасывает лиственница кречи узлом завязанная мои магнолии которые уж я думала извините думала загнуться после майской зимы но ничего облицвляются ну вот этой кстати она по коже зацветает поэтому с ней-то ничего не было она нормально пережила ну как-то хлорозит листики светленькие чего-то не хватает здесь еще прополка предстоит вот что-то с цугами у меня в прошлом году одна ушла в этом году вот видимо тоже вот этой очень плохо ну вот здесь кружевная тень очень приятная в жару но совершенно не дающая просмотра вот и вот это все мои потрясающие цуги и розы. Видно плохо, уже солнце не дает. Любимая моя Крокус Роуз. Вся в бутонах и в распусканиях. Вот как-то розы все к забору почему-то тянутся. Шведская королева. Дальше Баскабель и Лидия Магамильтон. Пока еще в стадии бутонов. Ну, Крокус Роуз обожаю. А как она пахнет. Необыкновенно. Потрясающая роза. Волверк распускается. Цветок держит недолго. Но очень красивая роза. Прекрасная роза Принцесса Анна. Тоже очень мощный запах. Но запах такой не как у Манстер Твуд. Попроще. Такой более шиповный. Но просто очень много цветов. Принцесса Анна. Уильям Моррис. Очень нежная роза. Дарси Баззл. Это Джив Гамильтон. Дарси Баззл. Такие Рюши, Рюши. Телл Зи Брайт Вайт. Голден Селебрэйс. Очень ароматная тоже роза. Очень. Распускается роза, занимавшая не один раз первые места в рейтинге красоты. Джубили Селебрэйшн. Пион Канарский Бриллиант. И то гибрид. Но пока всю свою красоту и особенность он не показал. Цветет пион Common Performance. И как раз можно видеть, как он прицветает. Начинает он с яркого цвета. Потом становится бледнее. И еще бледнее. Очень красивый пион. Лорелей Пион. Тоже хороший. Ель Сербская Дарютер. Карл Сансет. Здесь тоже у меня Остинки. Джульетт. Болеет. Лечу ее. Роза Констанс. Немножко не видно. Но у нее такая неравномерная расцветка бутонов. Где-то будет темнее, где-то светлее. Summer Song. Кэтрин Морли. Юстасивый. Роза Бонника. Откроется будет вся обсыпенная. Вот так вот потихонечку утром мы прогулялись по моему саду. Приходите ко мне еще. Я вам много чего еще покажу. Ой, смотрите, как распускается лук. Он называется хайер. Смешной такой. Всего хорошего вам, друзья. Удачного дня. Продолжение чудесной погоды. Приходите ко мне еще. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...